Вот вам загадка. Что, на ваш взгляд, опаснее для российского военного в оккупированном Мелитополе? Вариант первый — это украинские ракеты. Вариант второй — украинский ДРГ. Вариант третий — местное население. Вариант четвертый — кадыровские боевики. Очевидно, четвертый вариант, и мы в очередной раз смогли в этом убедиться. Собственно, кадыровские военные, вот эти всевозможные ахматы, буквально на блокпосту, начали бычить на российского военного, вышли, значит, передернули затворы своих вооружений, начали избивать российского военного. Все это попало на видеозапись. Давайте посмотрим вместе. 7,97. Здравия желаю. Военные? Вариантка есть у вас? Машина с вами? Вариантки, покажите. 7,97. Да, как ходят числом у вас? Что? Да, как ходят числом у нас? Весрочный, БР, у нас считается недействительным. Я командир батальона, что вам читается. Командир мне полка выдал, всё. Пожимайте машину справа. Стреляй, блядь! Стреляй, ебаный в рот, блядь! Стреляй, блядь! Похуй, блядь! Что, блядь, это же блябан за ложкой, блядь! Ты чё нахуй, блядь? Да я блядь, выиграю сейчас, блядь! Вы чё охуялись с вами? Стреляй, блядь! Стреляй, блядь! А ну чё? Стреляй, стреляй, блядь! Это командир батальона, блядь! Стреляй, блядь! А ну вон отсюда! Сидел, смотри, смотри! Останавливайся на бубик, если бы на высчитанку! По видеозаписи можно сделать сразу несколько выводов. Во-первых, идентифицирован человек, который там, но об этом чуть-чуть попозже. Во-вторых, эта ситуация явно имела место летом, потому что сложно представить, что зимой люди бы ходили настолько без одежды. Ну а третье, очень интересное боевое транспортное средство, не правда ли? Ну вот целый командир батальона куда-то едет с вооруженными людьми, судя по всему, у него есть боевое распоряжение, и едет он на Майбахе. Ну не на Урале, не на Зиле каком-нибудь, не на, что там в России сейчас, даже не на китайских машинах, а на Майбахе куда-то едет по своим делам. При этом на требование предъявить какие-либо документы, которые мы бы эту поездку ему разрешали в комендантский час, он просто начинает избивать того, кто требует. Отдельно, конечно, поражает мужество российского солдата, который, несмотря на то, что у него есть приказ, вообще он несет службу, он на посту, и на него совершено нападение, не пытается отбиваться, не пытается использовать оружие, которое у него в руках, хотя тоже затвор передергивает. Тем не менее, значит, просто, что называется, затерпел. Ну, в общем, такая была стычка в Мелитополе, как сообщается, и, судя по всему, минувшим летом. Теперь давайте разберем ее поподробнее, что за участники у этой стычки, и что про это все думают Z-каналы. Тут все довольно интересно. Часть, ну, говорит очевидные вещи, что это непозволительно, чтобы у кого-то внутри войск были преференции, кто может безнаказанно и спокойно избивать военных и не соблюдать никакие-то правила. Но часть людей всячески пытаются скандал сгладить в Z-сообществе, не говоря уже о том, что, естественно, топовые Z-каналы молчат, как рыба облет, об этой ситуации. Но вообще, это не первая история, которую мы знаем, где кадыровские боевики, собственно, вступают в конфликт, а иногда и в перестрелку с российскими военными. Например, в августе, по-моему, числа 13-го, в селе Урзух в Мариупольском районе Донецкой области, захваченном российскими войсками, произошла перестрелка между представителями подразделений из Чечни и местной комендатуры, утверждает Мариупольский городской совет. По данным законных властей Мариуполя, в результате перестрелки в Урзуфе, произошедшей 11-11, это было в августе, прошу прощения, погибли по меньшей мере четверо российских военных. Кроме того, к сожалению, были погибшие и ранены среди мирного населения. В телеграм-канале городского совета опубликовали видео о предположительном последствии перестрелки. Но поскольку не было прямых фото и видеосвидетельств, которые бы говорили точно о существовании конфликта, о существовании перестрелки, эта информация, хоть и была воспринята как весьма вероятная, потому что были косвенные свидетельства, но, тем не менее, вот теперь мы получили подтверждение, что поведение кадыровцев действительно в зоне боевых действий или на оккупированных территориях, оно, мягко скажем, довольно специфическое. Хорошо ли это? Это замечательно. Я вообще за. И чтобы кадыровцы так себя вели, и чтобы военная полиция так себя вела, представитель которого их остановил, и чтобы они стреляли друг друга, пусть, пожалуйста, лишь бы мирные граждане не гибли, они пусть друг друга переубивают, ВСУ в этом смысле будет затем легче. Но довольно интересно, что вообще-то, ну, официальная пропаганда, официальная российская пропаганда рассказывает, что все замечательно в войсках, там полный миросогласия, что кадыровские бойцы не охренели, что все рассказы про то, что кадыровцы пускали по кругу буквально мобилизованных, из Донецкой области, о чем сообщали их жены, что это все фейки и выдумки, и что там тишь да благодать вообще, и не надо тут разжигать межнациональную рознь. Я, кстати, к истории про неразжигание межнациональной розни отношусь как раз нормально, потому что вот те кадыровцы, которые все это осуществляют, как и в принципе кадыровские силовики и кадыровские военные, история не в том, что они чеченцы, история в том, что они безнаказаны, ну, и являются, собственно, под защитой самого кадырова. Кадыров превратил и жизнь чеченцев в Чечне в ад. Ну, то есть там их пытают в подвалах, с них собирают все до копейки, и там и слова никакого нельзя сказать, иначе придут вот эти самые кадыровские боевики, поставят тебе на колени и заставят извиняться в лучшем случае, а в худшем случае прострелят тебе голову и где-нибудь закопают. Поэтому это не история про там чеченцы, не чеченцы, это кадыровцы, это представители абсолютно безнаказанной плеяды региональных руководителей, среди которых кадыров один из самых безнаказанных, о чем он любит сообщать. Когда сыну кадырова можно избивать человека, который находится под следствием в СИЗО, за преступление, которое преступлением-то не должно считаться, тем не менее, когда он может безнаказанно на камеру избивать человека, и ничего за это кадырову не происходит, вот в таких ситуациях, естественно, кадыровские военные считают себя вправе избивать кого угодно, включая российских солдат. В данном случае ситуация это, что называется, на руку тем, кто против российской военной агрессии, но базово это, конечно, абсолютный беспредел. И вот все эти защитники русского мира как будто должны выступить единым фронтом сейчас, ведь вы не забывайте, война-то ведется за русский мир, за то, чтобы русских не ущемляли, так, по крайней мере, говорит Владимир Путин и присмыкающиеся перед ним пропагандисты. И оказывается, что на тех территориях, которые Россия называет освобожденными, там совершенно не торжествует свобода, равенство и братство, а торжествуют как раз кадыровские бандиты. Но наверняка на других оккупированных территориях там ЧВКшные бандиты, по крайней мере, раньше в Агнеровске были солдаты российские, которые убивают направо и налево. В общем, вот такой вот он русский мир. Ну а теперь давайте разберемся с реакцией на эту историю и с ее возможными последствиями. Если вы любите жабагадюкинг между российскими военными разных частей, так же, как и я, не забудьте поставить лайк, написать ваш комментарий и подписаться на канал. Если не любите, то все равно сделайте все это, потому что это помогает продвинуть видео. Ну и поддерживайте канал на Патреоне. Ссылка на Патреон будет в описании. Во-первых, кого мы видим на видео? Может быть, это вообще переодетый украинец ДРГшник, который пробрался, чтобы осквернить, не знаю, кадыровские формирования? На самом деле нет. На самом деле мы видим перед собой Ваху Хамбулатова. Это такой известный, широко известный в узких кругах командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Асхаб Хамбулатов. Чтобы вы понимали, его иерархическое место, вот, например, видео, там Кадыров награждал разных людей. И вот Ваха Хамбулатов, по крайней мере, это отмечается в публикации, которая была в телеграм-канале Кадырова с этим видео, что он был удостоен высшей награды Чеченской Республики, орденом Кадырова. Именно поэтому никакой смерть, никакой простой российский военный не имеет права останавливать столь царскую особу и еще что-то им рассказывать. Вообще, в чем замес конфликта? Значит, там комендантский час в Мариуполе. И, соответственно, тот человек, который останавливает, это военная полиция. Надо сказать, что военную полицию тоже не очень любят российские военные. Потому что военная полиция тоже, значит, любит до чего-нибудь докопаться, им это не очень нравится. Он их останавливает и требует, значит, боевое распоряжение или что-то такое. Ну, короче, документ, по которому им можно будет ездить в комендантский час. Они дают, говорят, какой срок, им говорят, бессрочно, говорят, бессрочно отменили. И все, вслед за этим они начинают выходить из машины, значит, доставать оружие, угрожать и избивать, собственно, этого самого военного, который никаким образом не оказывает сопротивления. Это же не какие-то мирные граждане. Мы видели, как и российские силовики, и российские военные готовы быть крутыми, когда они убивают безоружных людей. Готовы быть крутыми, когда они избивают или отводят на подвал демонстрантов в, собственно, оккупированном Херсоне, который сейчас, к счастью, освобождет. Тогда они смелые, когда против них люди без оружия. Когда, собственно, против них люди с оружием, они уже перестают быть смелыми и, значит, просто готовы только терпеть удары, которые по ним наносятся. Известный Z-канал, военкор-котенок. Немногие часто пишут, что, типа, хватит называть его котенком, он котенок. Мне нравится военкор-котенок. Хорошее, мне кажется, сочетание. Раньше он был еще военкором-котенок Z, но Z куда-то пропало. Как, судя по всему, пропало. И ощущение безопасности у российских военных, зная, что где-то недалеко есть кадыровские войска. Он пишет следующее. Не реагировать на такое невозможно. Это не просто хамство отдельно взятого Хамбулатова. Ряд каналов идентифицировали его именно как ваху Асхаба Хамбулатова, командира батальона «Восток-Ахмат». В отношении военнослужащих, исправно несущих службу и пытающихся как раз пресечь беспредел. Это вызов прямой. Это подмена властных полномочий. Плевок на таких же людей в форме и с оружием в руках. Как будто мы перенеслись на 20 лет назад. Чистейшая Ичкерейщина, которая перекочевала уже на просторы Малороссии. Военный навлоки лишь указал на несоответствие документов, сделав это корректно. В ответ мата – оружие, угроза применения. Это именно те защитники, которым доверено защищать людей русского мира? Это правда так? Или мы что-то упустили в происходящем? Чудом дело не дошло до стрельбы. К сожалению, отмечу я. Но это, увы, временно. Во многих подобных инцидентах, признается военкор «Котенок», стрельба уже была и огонь на поражение был с соответствующими результатами. Косвенно подтверждает он то, о чем я вам рассказывал в середине августа. Но блохерам, военкурам и т.д., которые презрительно называют прокормленные деятели, никак нельзя говорить об этом. Нельзя даже тему поднимать. Тут же будут обвинения о попытках дискредитации, раздуваний и т.д. Если не будет реакции на подобные выходки, обнаглевших представителей известных структур, случится большая трагедия. Куда большая, чем те, что уже произошли в аналогичных случаях и были стыдливо замяты сверху, как бы чего ни вышло. И еще. Ничего хорошего не будет, если виновными сделают именно военных, которые несли службу на дороге, оказавшись на пути тех, кто делает вид, что законы России для них не писаны. Вопрос. Были ли писаны изначально? Или уже снова, как в 90-е? Зарплата не нужна, если выдали пистолет? Задается он вопросом. Конечно, никакой ответственности никого не привлекут. Конечно, спасение, так сказать, утопающих, в данном случае военной полиции, это дело рук самих утопающих. И, собственно, это их решение пытаться нести свою службу, как-то защищаться от унижений со стороны кадыровцев или нет. Или их будут лупасить, а иногда и не только лупасить, если верить сообщениям, которые приходили с фронта. Еще более категоричен наш некогда любимый блогер 13-й, который по линии фронта как раз стал сейчас гораздо меньше писать, про проблемы в армии стал меньше писать. Ну, видимо, после того, как ему угрожали, как он сам писал, ему угрожали там заведением дела всего остального, Акаши Варова угрожало написать на него разоблачение, что он деньги ворует, которые собирает военным, видимо, он как-то притих. Но в этой ситуации не смолчал. Друзья террориста Джамбетова, написал он у себя в Телеграме, напали на блокпост в Мелитополе. Уважаемые военнослужащие, несущие службу на блокпостах, у вас есть оружие в первую очередь, И когда в вашу сторону идет вахабит с пистолетом или автоматом, и есть угроза вашей жизни, то нужно снять свой автомат с предохранителя и разрядить его в некрасивую бородатую рожу. Сколько этот тикток будет продолжаться? Воевали лучше бы так же, как вы ебываетесь в тылу. Перед вами существа из костей и мяса, и то, что на их лице лишняя растительность, и они сильно кричат, это не делает их чем-то страшным. Они, как и вы, из костей и мяса. Им точно так же будет больно, если выстрелить им в ногу, и они точно так же умрут, как и любой другой, если в его дурную голову разрядить автомат. Всегда помните об этом. В этом вопросе добавляет он, меня смущает только одно, безнаказанность. Никому другому бы подобная выходка с рук не сошла. Не сошла она и бывшим сотрудникам ЧВК Вагнер, которые задержали людей, перевозивших наркотики, и они отправились в СИЗО. Ой, это отдельная потрясающая история, последние дни я на этой неделе попробую вам ее рассказать. Неужели данным персонажам все это сойдет с рук? Чем они привилегированы? Они лучше других воюют. Я думаю, это вопросы риторические, но с этим нужно что-то делать. Руководству просто необходимо принять меры, а не делать вид, будто бы ничего не происходит. Надо сказать, что делать вид, что ничего не происходит, получается у довольно большого количества Z-каналов. Например, Позняков, небезызвестный, тоже Z-блогер, отмечает, что из Z-каналов довольно малое количество написало вообще про случившееся. Сейчас проснулся, пишет он, первым делом решил проверить, кто из сеточки запостил нападение бармалифтоловиков на пост. Из 23 Z-каналов, на которые подписан, выложили всего два. Остальные просто генетические ссыкуны без чести и достоинства. Плюю вам всем выебало. Телеграм-канал «Два майора» также считает, что ситуация довольно стрёмная. Действия этих чеченских военных в слишком чистой форме на слишком чистых автомобилях являются недопустимыми. В условиях киберфеодализма, возможно, не такое, но если глава республики гордится в социальных сетях тем, как его сын лупать от задержанного за сжигание корана Балбеса, то ожидать и новые не стоит. К действиям военной полиции на посту видео вопросов больше, чем до хрена. Представьте, если это не наши чеченцы, а ДРГ противника. Фронтовики, честно скажем, в полном охренении от того, что происходит в целу между любимыми ими ВПшниками и чеченскими подразделениями. В то время, когда многонациональный спецназ «Ахмат» в кровавых боях занимает позиции под Креминой, или наши десантники пополняют пятый раз десантно-штурмовые роты под Вербовым, в столовых районах происходит такой бардак. «Идите на фронт, на ноль, храбрые войны, и там показывайте свой гонор», пишет телеграм-канал «Два майора». Отдельно хочется отметить, что, конечно, никаких последствий не будет. Кадыровцы неприкасаемы, как и сам Кадыров. Поэтому российской армии, Z-военкором, любителям русского мира и всем прочим, сразу говорю, ребята, вам придется затерпеть, как и всегда, потому что война идет ни за какой ни за русский мир, как вам промыли голову. Те из вас, кто это знают, они знают, но они не пишут по этому поводу, они деньги собирают, это все, что им надо. Война идет по прихте одного мудака по имени Владимир и фамилии Путин, ну и при попустительстве со стороны огромного количества людей в России. Часть из них идет на фронт, часть из них им помогает, а часть не сопротивляется и нихрена не делает. Ровно поэтому продолжается война в Украине. Россия уничтожает Украину каждый день. Эта война не за что-то светлое, это даже война, знаете, не за темное. То русский мир в том представлении, которое его представляет российская пропаганда, это ужас вообще. Ну то есть это история, связанная опять с какими-то национальными прибабахами и всем остальным, ну и с убийством большого количества людей, как мы видим. Достижение этого русского мира идет ровно через этот механизм. Но по факту к русскому миру это не имеет никакого отношения. Поэтому даже те, кто в погоне за этой максимумом считает, что праведное дело идет, они должны посмотреть еще раз это видео, а потом еще раз и потом еще раз. И смотреть его каждый раз, когда вдруг история про русский мир начнет всплывать в голове. С украинской стороны в этом смысле намного проще. Украина прекрасно понимает, за что сражается. Это абсолютно честно. Ни за Зеленского, ни за Залужного, ни за США, ни за Великобританию, ни за что-либо еще, что порождено чьими-то фантазиями. Украина сражается за себя, за свою страну, за своих родных и близких, за свою территорию, за людей, которые на ней проживают, чтобы не пришла российская армия, вот эта вот разношерстная, и начала убивать людей направо и налево в населенных пунктах, как они это делали в Бучае и в других городах, в Ирпене и много где еще, в Изюме. И поэтому украинской армии надо помогать. И мы с вами помогаем довольно активно. Мы закрыли очередной сбор. Спасибо вам за это большое. Но, к сожалению, как я и говорил, до конца войны сборы прекращаться не будут. Поэтому собираем на следующее техническое средство. Там сбор в этот раз довольно большой. 700 тысяч гривен надо собрать на Ford Transit Cranbill с краном-манипулятором для рембата 24-й бригады. Я так понимаю, это ремонтный батальон. Поэтому вот QR-код. Ссылка, как всегда, в описании. Если вы не находитесь в России, давайте вместе поможем. Естественно, я туда тоже закидываю. Ну и, соответственно, туда закидываются с монетизации. Вот с 24-го канала. Они перезаливают мои видео. Часть оставляют себе. А половину отдают на ВСУ. И в этом смысле это тоже такая регулярная помощь, которую я стараюсь оказывать. И вот у них один из самых удобных способов сбора. И в отличие от Monobank, они не так часто виснят. Поэтому вот эти их сборы я форсю особенно. Давайте, переходите. Поможем 24-й бригаде. Но если вы находитесь в России, то не надо этого делать. Это опасно. Это уголовно наказуемо. Поэтому лучше сохранитесь для каких-то будущих действий. Тем более, что сейчас есть возможность разных действий. Не знаю, Борису Надеждуну. Помогите его компании. Если пропустили, посмотрите видос об этом. Там довольно подробно все рассказывается. Ну, а теперь вернемся к нашим баранам. Ну, к кадыровцам, к российским солдатам и к Z-каналам, которые их обсуждают. Собственно, там отдельно, естественно, началось обсуждение, что ЦИПСО разгоняет, не ЦИПСО разгоняет. И два майора также подробно ответили и на этот способ реакции. Для внесения ясности необходимо отметить, что выраженные военными каналами мысли берутся не из центра ИПСО в Польше, а из складывающейся обстановки вокруг чеченских подразделений на прифронтовых территориях. О том, что действия отдельных представителей военной полиции также достали многих фронтовиков с ЛБС, мы и докладывали ранее. Не только публично. Проблема является системной. Поэтому выдрать отдельно взятого военного полицейского с блокпоста или направить на фронт конкретного допустившего нарушения закона представителей чеченских подразделений мало. Реакция на ситуацию должна быть жесткой и однозначной. Что до ЦИПСО? Пусть воняет, сколько влезет. Им англичане за это деньги платят. Не знаю, уж вхожу или я в разряд ЦИПСО, но англичане мне деньги ни за что не платят. К сожалению, кстати, я бы был вполне не прочь. Англичане вперед. Ну а лучшие англичане переводите на машину для 24-й бригады. З-пираты Днепра Ви, телеграм-канал, открывает глаза также и на то, чем в принципе эти кадыровцы занимаются в оккупированных городах. Удивление или чего-либо на видео я не испытал. Интересно лишь то, что ВПшник заблагоревременно начал съемку. Выглядит очень странно, подозрительно. Согласен со словами товарища майора. В каждом народе есть плохие и хорошие. К примеру, на херсонском направлении дагестанцы, чеченцы, лесгины очень хорошо сражаются и показывают результаты. Добрый и отзывчивый народ. Ну а на видео это больше про понты, хорошие машины и власть. Может, для кого-то откроют секрет, но на освобожденных территориях, в частности Мелитополь, там держат город вот такие люди. Да-да, прям как в 90-х. И думаю, что как раз это они и есть. Мысли. Заканчивает свои мысли этот Z-канал отточим. Говорит, Тапаз завершает нашу сегодняшнюю цепочку негативных мыслей по поводу, кадыровцев и осуждения их, потому что дальше-то у нас с вами будут все, кто их будет защищать. В сети обсуждают выходку дикарей на блокпосту в Мелитополе. На видео я вижу на блокпосту бесхребетных девок, которые носят оружие для красоты. По любым уставам и правилам, несение постовой службы в зоне боевых действий боятся обязаны открыть огонь на поражение в данной ситуации. Кто-то может сказать, что мне легко рассуждать с дивана, но я напомню, что в 15-м году я остался без связи старшим на позиции в селе Белая Каменка, где нас было всего 6 человек вместо положенных двух рот. Противник вел практически непрерывные обстрелы, мы старались огрызаться так, чтобы они не поняли, что у нас маленькая горстка. А затем ночью на позиции стала заходить большая колонна с грузовиками БМП. Я понял, что противник решил просто зайти на пустые позиции и взять их без боя, пленив нас. Я поднял всех по тревоге, боец занял скрытую позицию с ПТУР, а остальных я раскидал по окопам. Я сказал, что если кто-то решит сдаваться, то пусть стреляет в меня, потому что иначе я убью его. И выбежал в упор колонне, призывая ее состав сдаваться и поливая отборным русским матом. Бойцы высыпались из машин с поднятыми руками, и командир колонны дрожащим голосом объяснил мне, что они свои, и это прибыла запоздавшая ротация бойцей, которые не могли выйти со мной на связь. Стоило любому из прибывшей роты сделать малейшую глупость, я бы сгорел вместе с ними, забрав с собой побольше предполагаемых противников. А тут девки обоссались кучку бородатых нациков. Не можешь выполнять свои прямые боевые обязанности, не бери в руки оружие, иначе опозоришь себя и свое подразделение и знамя, под которым стоишь. Говорит автор невыдуманных историй, о которых невозможно молчать, Тапас. Но есть и другие рассуждения Z-каналов на эту тему. Понимаете, в какой ситуации оказываются Z-каналы регулярно? Есть какой-нибудь произвол, он попадает в сеть, и понятно, что надо что-то сказать, и понятно, что надо как-то откомментировать, но нельзя, иначе придут избенобороны и поголовенно дадут. А еще могут кадыровцы приехать, и ногти переломать, потому что как раз с безоружными они гораздо эффективнее борются, чем с людьми вооруженными. Именно поэтому кадыровца практически невозможно найти на поле боя. Они, как правило, находятся в тылу, стреляют по многоэтажкам пустым и чем-нибудь таким еще занимаются. И вот, значит, вот эти Z-военкоры, которые, с одной стороны, надо что-то сказать, с другой стороны, нельзя сказать что-то слишком резкое, иначе можно по шапке получить, вынуждены выкручиваться. Как именно они выкручиваются? Они говорят, что это все хитрый план. Чей-то хитрый план, может запада, может не запада, не до конца, понятно, но, тем не менее, план, безусловно, хитрый. Так, например, считает канал Визионера. В сети набирают силу скандалы за видео на блокпосту в Мелитополе, где комбат Востока Ахмата, Ваха Хамбулата, в полках Мат Чечня и МОРФ с подчиненными без обоснованных причин избивают остановивших их кортеж военных полицейских. Горячая чеченская тема, подостывшая на новогодние праздники, снова поднимается в топ военно-политической повестки. Кем, как и зачем поднимается? Как на это будут сейчас реагировать политические акторы, откроют многое в текущих под спудом процессах и раскладах, загадочно добавляют они. Роман Алёхин тоже придерживается таких конспирологических измышлений. Лезть в разборки Ахмата с военной полицией – это как лезть в семью, когда ты не семейный психолог конкретно этой семьи. То есть надо знать всю историю взаимоотношений внутри, да и вообще в прифронтовой зоне, а знают эти отношения только те, кто там находится, а большинство только по некоторым сообщениям военкоров, блогеров и волонтеров. Тот Ахмат, который на видео – это Ахмат вооруженных сил, который показывает реальный результат каждый день. Наверное, на Майбахе проезжают, на линию фронта, на ноль, и начинают с Майбаха обстреливать. И они, как те, кто умеют делать результат, взяли на себя ответственность устанавливать правила, которые считают эффективными для приближения победы и ломать правила, которые победе мешают. А как иначе, когда нет работающих правил, которые были бы понятны и помогали повышать эффективность, они разваливали бы ее. Кроме того, очень правильно обратил внимание Алексей Живов на время происходящего лета, а когда конкретные инфовбросы происходят с таким временным лагом, то, значит, это кому-то нужно именно сейчас. Или потому что тогда оно вызвало бы другие вопросы и к другим. Информация сегодня это не только инструмент повышения информированности, но и инструмент борьбы и даже войны. А значит, все больше надо внимания уделять информационной гигиене и развитию критического мышления, основанного как на внимании к деталям, так и на понимании, для чего и кому выгодно. Надо сказать, что этот человек постоянно в какой-то конспирологии ударяется. Просто кому-кому про критическое мышление, а не ударенному по голове зетнику. Для меня это видео доказывает только одно. Нужны понятные эффективные нормы на фронте, которых за два года так и не выработано. Потому что сложно оценить ущерб от таких действий, когда мы знаем ущерб от действий по изъятию автомобилей, штрафов за доп. защиту на машины, постановок на штрафстоянки и вакмашин, а также штрафов военных за грязные номера и неработающую фару, как и от многого другого. Нужен порядок, потому что при отсутствии порядка каждый настраивает свой. Кто-то начал заступаться за охматовцев еще более прямо. Например, канал Reverse Side of the Middle отдельно писать посты не стал, но ограничился комментарием в одной из ветка обсуждений. И этот комментарий многие заскринили, потом разнесли. Солдат доебался. Я понимаю, когда пьяные в Крыму кого-то отпиздили, это ясно. А тут остановили, машина остановилась. Представились командир батальона. Дали пропуск. Пусть просроченный, но он есть. Интересный, конечно. Пусть просроченный, но он есть. Военная безопасность. Еее. Могли бы просто открыть окно и сказать, пошел нахуй и поехать дальше. Я, кстати, когда был в ЧВК, так и делал. Был даже случай в СВО, когда росгвардейцы навыебывались на вагнеров и их просто взяли с поста и увезли на базу в ЧВК. Так что это обычная дорожная бакланка в зоне СВО. Интересно читать комментарии людей, которые никогда на войне не были. Скажешь, хочешь спросить, а где, а где, прости, где твое ЧВК? Вот это вот. Где тот, кто им руководил, тоже все получилось. Правда? От этого немножко прифигели и сами Z-каналы начали не поверить обвинять его в продажности. Например, Алекс Паркер написал, сразу видно, кто на известное письмо с сотрудничеством ответил согласие. Напомню, его рассылали всем блогерам. Хорошая компания, админ теперь. Там Кшеварова и прочая срань. Всего хорошего. Говорит, Топас был же еще более лаконичен и просто озаглавил этот комментарий, написанный reverse side of the middle, как reverse side of the Ahmad. И в этом контексте, конечно, вся эта история показывает несколько вещей, которые бы я хотел финализировать. Первое, отношения между российскими военными внутри различных структур очень разные. Иногда бывают прямые стычки. Мы часто о них слышим, мы часто видим видео, как избивают палками друг друга, как посылают ямы. Надо понимать, что это носит системный характер. Второе, есть, собственно, царьки, князья при путинской системе, которым все можно и, соответственно, их свитит тоже все можно. Они могут избивать, насиловать, грабить и ничего им за это не будет. И, собственно, это яркий пример. Это произошло еще летом. Если бы кто-то хотел, что называется, возбудиться по этому поводу, ну, какой-нибудь там следственный комитет, военная комиссия какая-нибудь, какой-нибудь трибунал, то они бы уже это сделали, но ничего не произошло. Я даже полагаю, что, скорее всего, это видео появилось следующим образом. Было разбирательство после того, как вот этот вот человек из военной полиции обратился и сказал, ну, он же снимался, да, и показал. Возможно, это какая-то нагрудная камера, то есть не похожа на телефон, черт его знает. Но она, правда, отлетает в какой-то момент, после чего он ее подбирает, поэтому не до конца понятно. В общем, я не уверен, что это телефон. В любом случае, он наверняка обратился, сказал, вот, меня избили, туда-сюда. И ему сказали, да-да-да-да-да, сейчас заведем проверку. И вот они, значит, с августа как-то пытались завести проверку и, по крайней мере, делали вид, что пытаются завести проверку, симулировали бурную деятельность и в итоге написали ему отказ. Сказал, что ничего нет противоправного и все прочее. И тогда он, наверное, решился выложить это в интернет. По крайней мере, я себе легко представляю эту схему. Но, в общем, кадыровцам этого ничего не будет. А я, со своей стороны, могу лишь призвать и кадыровцев, и всех остальных, пожалуйста, больше друг с другом сорьтесь, больше друг друга убивайте, больше друг друга взрывайте, если вы люди, которые воюют в российской армии за Владимира Путина. Вперед, направо и налево друг друга перемочите. Никаких у меня с этим проблем нет. Только, пожалуйста, быстрее и эффективнее. Ну и по факту мы, опять же, видим, собственно, уровень подготовки состава как кадыровских военных, так и, собственно, непосредственно человека из военной полиции, который, да, автомат все-таки как-то взвел, но не стал дальше ничего применять, просто, может, что называется, терпел, затерпел, как это любят делать в российских войсках. Вообще, вот этот разлад, который, безусловно, сдабривается национальной почвой, да, то есть паблики, которые это больше всего форс, это всякие там, типа, паблик многонационал и прочее, которые имеют ярко выраженную неприязнь к определенным этносам. В данном случае все там костерят, на чем свет стоит чеченцев, и вот эти вот противоречия, в том числе этнические, они, очевидно, тоже будут нарастать и в российской армии, и за ее пределами. Ну а так, еще совсем в конце добавлю, что помните, что если вы в российской армии, то вы ставите свою жизнь под угрозой, и вас могут убить совершенно разные вещи. Прилетевшая ракета, или, может быть, какой-нибудь много о себе возомнивший командир батальона, входящий под Кадыровым, который тоже вполне себе может вас и избить, и убить, если захочется, что, судя по всему, периодически случается. А с вами был Майкл Наки, и до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры создавал DimaTorzok